Приветствую вас. Вы знаете, вопрос, который вы задаете, довольно интересный, по крайней мере для меня. Как для психолога личности, вопрос представляет принципиальное значение, и вот почему. Дело в том, что на протяжении всей человеческой истории были случаи, когда большинство людей ошибались в выводах из инфаркции знаний, но боялись, боялись по какой-то причине, по той или иной причине принять эти знания из рук того, кто этими знаниями обладает. Пожалуй, самым ярким примером того, когда большинство людей ошибались в выводах из-за нехватки знаний, это пример академика Сахарова, как вы знаете, создателя водородной бомбы, он, делая эту бомбу по его, конечно, утверждениям в научных целях, как всегда понял, что он создал, он не хотел эту бомбу уничтожить, когда понял, насколько опасное оружие он создал, но его, значит, не приняли, его позицию, его точку зрения не приняли. И вот в тот момент, когда этот человек один выступал перед всем Советом тогда Совет Советских Социалистических Республик, перед всей системой, перед всей машиной, огромной машиной Советского государства, его не приняли. Большинство считало, что это, то, что он сделал, это благо. Большинство считало, что его заслугу Сахарова, водородную бомбу, нельзя уничтожать. И за то, что он противоречил системе, за то, что он противоречил большинству, было решено его, так сказать, нейтрализовать. Телющий пример. Это пример гелиогеолога, гелиобиолога, даже, про запрошение, Чижевского. Теперь пример, пример Чижевского интересен тем, что этот человек изучал солнечную энергию. И он одним из первых в советское время доказывал, что люди являются зависимыми существами от космических энергий. Чижевский считал, что человек – это космическое существо. В его трудах было описано очень много свободы, очень много таких мыслей, которые также не понравились советскому режиму. И Чижевский был сослан в лагерях на каторгу, где он пробыл очень много лет. И это тоже произошло из-за того, что люди не знали, не имели знаний, ошибались в том, что, вот, в выводах. Они боялись этих знаний, они боялись того, что, того, что, вот, было, того, что происходит. В психологии можно выделить пример Выгодского, которого за его смелые идеи критиковали, за его смелые идеи подвергали критике, преследованию, притеснению. По сути дела, его пытались морально уничтожить, по сути дела, его пытались принизить, его идеи. И, собственно, это послужило поводом для того, что этот человек умер, скончался. Ну, там много разных причин, но тот же факт, что это была одна из причин. Вот. Смелые идеи, которые высказывались уже несколько позже в Грузии, был такой человек, грузинский философ, психолог Мамардашвили, и этот человек, так же, когда он понял, что его народ идет не туда, его народ идет туда, куда его зовут, называют большинство, он встал и сказал, что нет, я не могу смотреть на то, как люди делают ошибку. И он старался сделать так в конце своей жизни, чтобы Грузия, грузинский народ не пошли по пути социализма, что было уже после распада Советского Союза. Он делал все для того, чтобы Грузия стала другим государством, и, в принципе, отчасти у него это получилось. Но, опять же, большой ценой, когда слишком много взял на себя этот человек, их тоже не выдержал и погиб. Можно привести, как пример из истории революцию 17-го года, Октябрьскую революцию, когда на тот момент 800 людей, революционеров, считали, что если они уничтожат царскую власть, то, что житься им будет легко, житься им будет хорошо, житься им будет тепло и приятно. Показалось так, что царская власть была уничтожена, а житься стало гораздо хуже, чем это было при Советском Союзе. Вот тогда большинство ошиблись. Почему? Потому что они не имели представления о том, большинство людей, которые совершали революцию, не имели представления о том, что они делали. Это были романтики. Романтики. Тогда как в революции всегда кронится другой расчет. Холодный расчет. Холодный расчет нарождающегося класса, который хотел взять власть в свои руки. И вот этот нарождающийся класс дает крупицу знаний большинству людей, и это большинство людей из-за нехватки знаний, из-за нехватки каких-то моментов, из-за неполной картины совершает ошибку. Вы знаете, многие вещи в истории, в частности, вот, например, Фрейда, опять же, если вас огнем в психологии, Фрейда критикуют за чрезмерное увлечение сексуальностью своих работ. Но при этом, опять же, большинство какое? Вот я имею в виду, что сейчас, сейчас, да и раньше Фрейда критиковали. Довольно много людей считают, что Фрейд озабоченный, что у него комплексы дипов, то есть комплекс, связанный с попыткой как бы подавить своего отца и равняться на него, то есть соперничество, соревнование с отцом, И плюс нереализованная сексуальная желание, либидо. Многие обвиняли в этом Фрейде, в том, что вся его теория, это теория сексуального желания, что, в общем, все сводится у него к этому. Но, немногие знали, в какой среде, в социальной среде Фрейд работал. А работал Фрейд в Вене, по-моему, в 18-го века. То есть, вот здесь точно не скажем, может быть, 19-го века. На самом деле, наверное, скорее всего, 19-го века, а в Вене 19-го века. И, естественно, что люди у Фрейда были именно такие. У них все было. Они были полностью обеспечены. Но у них были вот такого рода проблемы. И, естественно, то материал для исследования у Фрейда был именно такой, что вот к нему приходил, когда приходил, например, мужчина, богатый, женатый, который отец своих детей. Он говорил Фрейду о том, что вот я стал агрессивным, злым в последнее время. Меня ничего не радует. Почему? Потому что мне понравилась моя, например, секретарша, моя коллега по работе. Я хочу с ней переспать, но не могу этого сделать, потому что сомневаюсь в себе, например. И вот я не знаю, куда мне деться от воздемения, которое охватывает меня каждый раз, когда я ее вижу. Вот с такими вещами приходилось работать у Фрейду. И, естественно, у него очень много моментов по этому, завязанных именно на сексуальном влечении. По-другому в его социальной среде быть не могло. Но люди этого не знают. И критикуют Фрейда. Критикуют Фрейда, подвергая его мощнейшую теорию, ну, как бы, критики, стараясь его принять и так далее, опять же, не зная этого. Обвиняя Фрейда в том, что вот он там делал, например, и так далее, да. Вот. Пожалуй, из вот таких примеров можно сказать, что, наверное, достаточно, мне кажется, из примеров психологических, из примеров исторических, я хотел бы привести пример еще литературный. А вот если помните, то был такой вот Грибоедов, и это человек, который написал вот одну поэму, вот. И, собственно, его не оценили. Его не оценили. А наоборот, встретили очень гневно, очень критично, негативно, агрессивно встретили его произведения. Я сейчас всех деталей не знаю, но не скажу, но факт тот, что это очень трагичная судьба человека, и, опять же, связано это с тем, что его не поняли. Вот люди настолько привыкли жить в своем мире, но когда им показали, что есть другой мир, ну, они испугались. И от испуга, от страха сделали неверный вывод в нашем положении. Также самая судьба была у Солженицина, которого поначалу хвалили за его произведение, за его произведение. А когда он написал другое произведение, его, значит, он, по-моему, отправили в ссылку, или в тот же вот, да, он был в ссылке. А вот, то есть, его книгу не приняли. Ошиблись люди в оценке того, что эта книга себе несла, потому что она вскрывала неприятное. И таким образом, мои примеры, которые я приводил, можно разделить на два вида. Первый вид. Это когда большинство ошибается просто потому, что видит что-то неясное для себя. Что-то выбивающееся из привычной картины восприятия мира. А другой вид, это когда люди, значит, из чувства страха не хотят бояться принимать то новое и те знания, которые им предлагают. И подсознательно или практически сознательно ошибаются на этой почве. Надеюсь, что примеры мои вам были полезны. Вот, безусловно, можно вспомнить еще массу примеров, но все эти примеры, как правило, упираются в то, что гениальность любая, например, вот гениальность художников некоторых, которая не оценена при жизни и оценивается только спустя, значит, какое-то время, когда общество получает знания. И тогда оно вот понимает, что да, это вот действительно опережало свое время, это действительно опережало в настоящее время, в котором жил этот человек. То есть гений – это всегда человек, опереждающий свое время. Вот таким, например, был в Иготске, если говорить о, скажем, психологии. Таким был Сократ, если говорить о, значит, античном мире. Его, он был гением, его боялись. И его вынудили из-за того, что его боялись, его осуждали, потому что боялись, его вынудили выпить яд. Тоже вот, ошиблись выводы. Гениальность воспринимают из-за нехватки знаний так опасным. И надо сказать, что опасность далеко не так необоснованна. Потому что любая гениальность меняет мир, а общество боится опасности. Общество боится изменений в себе. И поэтому пытается источник опасности нейтрализовать. Простите, я немножко там не точно сказал. Общество боится не опасности, это, понятно, что любая опасность вызывает страх. А именно, именно вот перемен, перемен боится общество. А любой гений это всегда перемены. Вот, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас появилось желание написать дополнение, пожалуйста, появится желание написать дополнение, пожалуйста, дайте мне знать, а написав мне в личку, чтобы я это дополнение прочитал. Вот. И вам ответил. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.